Вашим вниманием мы сейчас предлагаем немножко необычную пьесу, она называется «Белый лотос и черный шмель», которая повествует о жизни и буду, но это такая немножко духовная фантастика. Я сразу хотел бы оговориться, что эту пьесу мы поставили вовсе не для того, чтобы ващнаны становились буддистами, а с точностью, наоборот, чтобы буддисты становились ващнаны. И, как вы знаете, Будда, тот самый Будда, своя Багаван, который входит в Даша-Ватан, один из десяти воплощений, и Будда последний, который при ситхах, это разные личности. Я об этом впервые узнал на фестивале в Одессе, когда получил первый личный Даша-Ватан, учил Будда. И, ну вот, эта пьеса в том числе тоже по отношению нашему Будда и всей нашей гуру Парамбаре, поэтому, пожалуйста, не судите строго, если вы вдруг увидите, что здесь затратились какие-то буддийские экономы. Все готовы? Все готовы? А когда готовы, что все просто тут? Все готовы? Субтитры делал DimaTorzok Все, куча, 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 куча. Куча, 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 куча. После шести лет медитации под деревом Ашота достиг просветления и вошел в Герман. И потом он прочитал свою первую пропасть в Оленьей Рощи. Он прочитал ее в Оленье. И тогда к нему подступил Марк, Бог смерть, и принялся искушать его. Ну что, визучек секакер, похоже, ты достиг просветления. Поздравляем тебя! Браво! Брависсимо! Мой респект фо ю! Марк, меньше всего я жалю твоих поздравлений. А кстати, зря. Мне так приятно поздравить моего старого друга с таким феноменальным успехом. Я, я шлаг, я трэш, я неудачник, я лузер, Мара. А ты? Ах, да, да, Ивана. Да, это такая штука, которая стирает ненужные файлы из памяти. Старые. Мои воспоминаниями со мной, мам, я помню все твои. Я помню, как во время моего рождения забрала жизнь моей мать. Впрочем я снова встретил себя. Когда мне было две девочки, я увидела, как жениться, скрывала бабочек. Я заплатила артуре. Да, я помню. Я помню, с каким аппетитом я скрывала эту бабочку. Жалко бабочке. Я помню все твои кости, Мара. И я отвечу тебе, что добавивший образ. Какие, бутер. Акадин имеет право отвечать просветленный. Ха, да ладно. Да не жаль. Он мощно уладит. Давай поговорим с тобой на чистоту. Раньше мы не смогли с тобой достичь консенсуса. Но сейчас я хочу спросить тебя. Что? Что на самом деле ты хочешь делать? Я буду проповедовать. А-а-а. Проповедовать. Проповедовать. Это просто смешно. Ты стиваешься на дамы, Будда? Проповедовать. Кому? Кому здесь ты будешь проповедовать? А этим оленям? Прогадами, парни. Да как бы, Пытно. Будда. А-а. 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 Они же... Все, что они могут делать, они могут... вот... жевать. Ну и грозит. Посмотри на его песню. А-а. Когда сидел на песню. Нет, мама. Говори, ты ведь людям. Людям? Ты сказал людям? 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 Это вообще экстремально. Костя, не мемая, абсурдная затея. Проповедовать людям. Люди, они побьют тебя. Они побьют тебя камнями, большими камнями. Люди привыкли так владеть за все хорошее. Люди. Клубка, я дам тебе очень хороший совет. Пожалуйста, побереги свой светлый лоб и про специальный затылок. И, кстати, мне уже стало любопытно. Что? Что ты будешь проповедовать? Пошлись. Не насилие. О-хо-хо. Пошлись. Не насилие. Не насилие. Не насилие не спасет тебя. Не насилие не спасет тебя. Не насилие не спасет тебя от страны сомнений. Поверь мне, Мария, я говорю тебе это, потому что я испытал это не первый раз. Я проверил это неоднократно. Мария, мне все равно, что ты думаешь. Ха-ха-ха-ха. Будра, мне не все равно. Мне не все равно. Итак, давай договоримся. Давай договоримся. Отправляйся в рай. Отправляйся в рай. Уйди в старство просветленных. Уйди в Ивану. Наплевать на проповедь. Наплевать на проповедь. Забудь про нее. Эти людишки. Эти людишки. Эти мелкие эгоисты. Эти человечки. Они поверь мне, они заслуживают страдания. Нет, Мара. Все люди, без исключения, достоинств самого высшего счастья. Будда, о чем ты говоришь, это просто смешно. Отправляйся в рай. Отправляйся в старство просветленных. Нирвану. Лэк Гоу. Нет, Мара. Я буду стоять в его бород и пойду в него лишь тогда, когда самый последний из грешников будет достоин этого царства. Да, Будда. Мне любопытно посмотреть, сколько ты будешь стоять в бород. Может быть, целую вечность. Целую вечность. Замечательно. Целую вечность у меня впереди, Мара. Скажи мне. Скажи мне, Бог, скажи мне. А я? Я попаду на... О, да. Если изменишь сердце, погрузишься нирвана... 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 Ага... Нирвана... Нирвана... Ага... Скажи мне, Будда, пожалуйста, скажи мне. Хоть что-нибудь на этом свете есть выше этой твоей так называемой нирваны? Только нирвана есть путь, избавляющий от страданий. Да, да. Я запрещен ответ. Я знал, что это ответ. Я знал. Однако, мы еще с тобой увидимся. Я буду рядом. I will be back. И Будда отправился в проповеду. И у него появилось множество учеников. И среди его учеников было только две ученицы. Одна из них его приемная мать, ибо родная мать Будды умерла во время рода. А другая ученица Гетерра, которая болела проказом. И Будда излечил ее своим прикосновением. И он дал ей имя цветущее. ГОССИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хахахаха Рассказывай сказки Будда Рассказывай сказки... Ну не мне... А кому-нибудь другому? Я знаю, что ты испытываешь жгучую боль! Да, я испытываю боль Но это боль в сердце Это боль за людей Это сострадание ко всем, что вы не существовало А благородная Благородная Какая патетика Какая патетика Скажи мне О, Будда Ты испытываешь ненависть ко мне? Испытываешь ненависть ко мне, Будда Да или нет? Ты победил меня, Будда Ты победил меня И я Ради себя Я готов Оживить Любого Любого человека, жившего на этой планете И ты можешь с ним поговорить И поэтому скажи мне, Будда Скажи мне Кого ты хочешь, чтобы я оживил? Кого? Может быть Может быть это твоя мать? И так Будда Никогда Никогда Не видел Своей мать И вдруг В мистическом трансе Он увидел ее И услышал ее голос Сынок Мама Сыночек Мама Мы так мечтаем о тебе Мама Мы так долго ждали нас, Леника И в своей школе Я посчастлива Я так мечтала, чтобы ты Твоё улыбающиеся сердце Не задавалась решить Ответ Мама Я так мечтала, чтобы ты Твоё улыбающиеся сердце Не задавалась решить Ответ Мама Я сама по тебе Отсвою Должна Убить Звучит Убить Звучит Не Убить 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 В Убить 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 И Будда Почти согласился Но потом он вспомнил, что в прошлой жизни у него было множество матерей. И если он увидит свою мать, это не возвратит его с колеса к самсары. И он ответил. Маме. Нет, Мама. Ты знаешь, я хочу подожмить тому монаху, только я встретил тот день, когда покинул дворец. Какого монаха? О, Гурдера. Встречен был мой тогда. Он был четвертым знаменем. Четвертым знаменем? О чем ты говоришь? Я был третьим знаменем. Он вот сразу после меня вспомнил. Я понял о том, что ты говоришь, Будда? Я понял. Это нереально, Будда? Это нереально? Анлил, пришла ошибка. Мистейк. Какая ошибка? Это выше моей компетенции, Будда. Это выше моей компетенции. Это был не просто человек и не просто монах. Мама. Я не могу коснуться даже его тени. Я не могу коснуться даже отпечатка с его стол. Что это значит, Мара? О чем ты говоришь? Помедитируй, Будда. Помедитируй, Будда. Ты вспомнишь? Ты вспомнишь? Ты вспомнишь? Мара. Будда, ты должен вспомнить. Я должен вспомнить? Да, Будда, да. Если ты хочешь познать, если ты хочешь познать истину. Благородную истину. Ты должен поменять. Ты должен поменять. Менитировать. Я должен вспомнить. Я должен вспомнить. Это был монах. Он шел, посев руки к небу. Он смеялся, плакал от счастья. Да, плакал от счастья. О, Будда. Ты все верно понял? О, Будда. Я посыпаю свою голову пеплом. А твои вописные стопы висками жасмина. О, Будда. Прощай. Прощай. И да не остановишься ты на своем пути. И да не остановишься ты на своем пути. Я смеялся, плакал от счастья. И вдруг? Я помню. Он пел. Он пел. Он пел такие племена. И да не остановишься ты на своем пути. Вдруг? Будда. Увидит от того самого Мадам. Прощай. 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 То, что он испытывал, я не имею права назвать нирваны. Это было нечто совершенно другое. Нирвана. Это лишь остановка на пути по принципу. Нирвана не является и не может являться ни целью, ни смысл этой жизни. Прощай. 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 Я узнал тебя. Ты на моем четвертом знаниях. Божественный. Кто ты? Я всего лишь слуга. Слуги, слуги Бога. Я простой монах. Нет. Я не простой монах. Откройся. В чем суть твоего мчения? И в чем причина твоей радости? Суть моего учения в красоте. И причина моей радости – это красота. И источник этой красоты – черный шмель. Привлеченный белым лотосом. О, шья. 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 О, жесть. Ты говоришь загадками. Черный шмель. Кто это? Ненасытный. Неуголенный. Ты летаешь в войсках нектаров. Мы наполнены тришами. О, шья. 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 Триша. Это же причина страданий. Ты прав, Будда. Триша. Кришна. Причина ужасной страданий. О, небо. Я прошу тебя. Защити нас от этого черного шмеля и от его яда. О, шмель. Ненасытный. Я хмелевший. Улетай. Улетай прочь. Ты же видишь, Будда просит меня войти в Нирвану. О, шья. 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 О, я сам не знаю почему. Я очень хочу склониться к этому стопалу. Ты все время повторяешься многобильно. Шья. 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 Скажи, чем он тебя так привлек? Чье это имя? Зачем тебе это знать? О, нет. О, нет. О, нет. Я испытываю странные чувства. Такую сладость, которых не испытывал раньше. Я не могу понять. Мой язык сам повторяет имя этого странного черного шмеля. Шья. 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 Скажи, чем он тебя так привлек? Почему ты ругаешь его и мне это все время повторяешь его имя? Хорошо, Будда. Пойдем со мной. Я расскажу тебе обо всем. Без утайки. Но запомни. Нет на свете более благородной истины, чем истина об этом черном шмеле. Об этом шьяма сундере. Об этом махусудане. Об этом крише. О, шьям. 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 Эту кулкулу мне? Да как тебе не стыдно? Это же так бестактно с твоей стороны Преподнести мне такой дорогой подарок. А он об этом не как пчёлы Перелетает в цветах, в цветах, в кольках, в кольках, Так и Кришна. Он бросил нас, девушек маджа, И уехал красавица Марху. Ну конечно, они принадлежат к аристократическому послугу, Не то что мы. Но смогут ли эти принцессы любить Кришну? Как же сильно и безраздельно, Как это делаем мы, котик? Вот в чём вопрос, шмель. Я не прошу тебя отвечать на этот вопрос. О, глупый шмель! Почему ты всё время жужжишь? Прекрати жужжать, просто помолчи. Почему ты всё время воспеваешь славу своего хозяина? А сам ты, шмель, сам ты. Ты такой же, как твой хозяин. Весь охмелён чувством собственной значимости. Ты вообще знаешь, Это было крайне редкомысленно. Со стороны Кришны Выбрать себе такого посланника, Как ты, Тоже мне дути нашёлся. Знаешь, Я хочу рассказать тебе Маленький секрет. Разумные формы жизни Подобные людям Имеют две ноги. Четвероногие же Совсем не могут похвастаться Глубоким разумом. А что же я могу сказать про тебя, шмель? У тебя целых шесть ног. Вот и прекрати Своё глупокомысленное жужжание. И вообще, Знаешь что, шмель? Отправляйся, как ты, Туда, Откуда прилетел. И передай Своему хозяину, Что у нас совсем нет времени Думать о нём. Здесь Его никто не ждёт. Нет, Стой, Стой, Шмель, Подожди. Прости меня. Я искренне прошу прощения. Я нанесла оскорбление Лотосным стопам Кришне. О, Шмель, Шмель, Передай Кришне. Если он Совсем не думает о нас, То пусть он хотя бы вспомнит О маме Ешоде, О Нанда-Бабе, О своих друзьях, О прекрасных коровах. О, Шмель, О, Матху Судаму, Когда ты вернёшься Во Бриндава? Эй, Кришна! О, Матху Судаму, Матху, Процедание, Матху, Парка, Матху, Матху, Продолжение следует... 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 Это состояние необычного реализации, что он привлеклся к гунам, супернатолемы и Зарши Кришны. И от этого, Сангарада, мы перенесли Кадамба Керри. Будда Керри. Где Кришна уехал из Нандагауна в Матуру. И Радхарани, в ее наденном любовь к Кришне, она корролирует с Бабабы. Испытывая так много эмоций. Разные противоречивые настроения. Criticizing Кришну. И когда она плохо отзывалась от Кришны, позже Шмель улетел от нее. И когда она снова увидела Шмель, она была уверена, что это тот же самый Шмель. прилетела обратно. Она подумала, что Шмель уже успел слетать к Матуру и пожаловаться к Кришне, пересказать все гадости, которые она про него говорила. Но она поняла, что Кришна совсем не обиделся. Он настолько великодушный, что Он все равно отправил Шмеля обратно беседовать с ней. To pacify me. So she went from, hey, get out of here, don't touch my feet. So she went to, oh, my respectable guest, please take a seat. I serve you. So in this festival we discussed Veno-git, Parnay-git, Hopi-git, Yugo-git, and in the end Brahma-git. You can see your own heart. Look at your own heart. What was moving? Some person there weeping when Buddha sees his mother. This is material emotion. Those who are weeping when Radhika is criticizing the whole movie. This is a transcendent talk. So I am very pleased. Thank you, Professor Devakar. Thank you, Professor Devakar. Thank you to Buddha. Thank you, Professor Devakar. Thank you Lord Buddha. I ask this question. I'm super appreciate your série. У Кришна Своей Шакти пришел в этот мир, как Шакти Авершава Тар-буд, чтобы принести миру учение о неносии Ахимсе, чтобы помочь живым Чудрамм возвышаться над Тар-будой, и даже пролить сострадание. Атеисты не хотят признавать Господа. Тогда Верховный Господь Сам пришел в этот мир и сказал, «There is no God, and if you want to realize the truth, you can worship me». In this way, they didn't know what should be done. They make their subcreti and gradually they will become more just in another life. И как-то их хитростью заставил почитать себя и поклоняясь имболи, стали зарабатывать субведи и возвышаться. Как как-то хитростью заставил почитать себя. Как добра хитростью заставил почитать себя. Верховный Господь Сам. И также очень двигательный партнер почитать имболу. Верховный Господь Сам. Она очень талантливая актриса. Игорь Негода. Игорь Негода. Верховный Господь Сам. Однажды я был с Городевом, мы были на одном из гавайских островов. Мы зашли в квартиру, в апартаменты, где мы жили в то время. Городев увидел гармонию. Городев сказал, гопи не играет на таком инструменте. Он сказал, ладно, это нормально, но гопи не играет на гармонию. Он сказал, знаешь почему? Потому что ноты идут, индивидуальные ноты. Но это называется свара. А между каждой нотой есть микроноты, тональные микротоны. Гопи не могут произвести звука. И у них такие перекачивающиеся плавные мелодии. Магава-хе. 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 Так восходящие ниспадающие ноты. Эту эмоцию можно только воспроизвести с человеческим голосом. Или струнные инструменты. Как вина. Как эсрач. Где можно создать музыку, что будет звучать как плач. И вот скрипка звучит прекрасно подобно. Я надеюсь, что Светлана всегда будет подыгрывать всем драмам. Потому что вы уже много лет изучаете эту дисциплину. Но перфекция этой дисциплины, чтобы использоваться в служении Кришны. И заставить всех плакать, чувствуя разлуки с Кришной. Я надеюсь, что Роман Андреев, когда эта перфекция была массажемой. Я надеюсь, что Роман Андреев, пока эта перфекция была массажемой. Как перед закручиваем? Потому что Роман Андреев через уголку часы. И последнее, но не пожалуйста, Кал, Дэш. И конечно же нужно поблагодарить Мару. И так мы благодарим маму Будды за то, что она прибирала в этот мир. Роль к матери не превзойденная. Саду-санга не растет. Кто-то должен сыграть эту роль и саду в этот мир доставить. Поэтому нужно признавать значимость и величие матерей. Однажды Атиньякша сказал Юдистиру Махараджу, что выше небес и тяжелее земли? Юдистир Махарадж сказал, Отец выше неба, а мать тяжелее земли. Дети, слушайте Горуда. С величайшим уважением, почтением относитесь к маме и папе. И слушайте их, если вы хотите быть счастливыми. Особенно, если родители еще и преданы. Я хочу упомянуть, что наш друг Мара. Он ваш друг тоже. Я хочу упомянуть, что кто-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Цезарю Слава Цезарю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но это было еще очень эффективно. Я думаю, что в будущем вы можете усовершенствовать в будущем. Это только начало нашего Веда Ренессанс Театра. Поэтому талантливые люди, давайте дайте о себе знать. Проповедуйте его посредством драмы, музыки.